Всем привет, друзья! Ну вот, свершилось! Начинаем в этом сезоне интервью с актерами театра и кино. Сегодня у меня в гостях, у нас в гостях у Лизарре фильм очень интересный парень, актер, кино, боксер, роман. Но обо всем вы узнаете чуть попозже. Первый раз в этих интервью снимается посох удачи, мужества и отваги, и вообще мудрости, которые принялись в Черного моря. Ребят, Роман передает всем привет. Ждем поезд, не переходим. Роман, всем привет, сейчас все будет. Сейчас все будет, понятно. Поговорим о кино, в том числе об авторском кино, о театре и о Жан-Поле Бельмондо, о боксе, пацаны. Все, ждите, ждите, не выключайте камеру оператор, не переходим. Я вот думал, что он стоит, нужно переходить, пошли. Ой, стоит и стоит. Чувствуете, ребята, серьезно? Да. Надо и боится ехать, да. Ну что, пацаны, сейчас, сейчас, через 10 минут будем на набережной и расскажем вам в очень интересной истории и покажем. Все, можно выключать. Ну что ж, друзья, практически подготовка к съемке завершена. Вот такой магический момент, когда, вы знаете, вот последние секунды перед стартом, перед первым дублем. Камера, мотор, поехали, да, называется? Так вот, вот сейчас все, вот эта настройка идет. Небольшой такой мандраж. Маленький совсем мандраж. Знаете, ребят, все-таки вот это интервью, вот эти кайфовые минуты, когда актер приглашенный, он даже не знает, что надо говорить, понимаете, в этом весь кайф. У него нет никакого текста в кармане, который немножко так гаудавит, он пытается посмотреть, улыбнуться гримеру, режиссеру, там еще какому-то постановщику, тут же текст вспоминает. Здесь нет ничего. Здесь просто два друга, ведущий и сам актер, который просто энергично, расслабленно, без комплексов, без зажимов, начинает рассказывать про волшебный мир кино, ну вообще про жизнь, про свою. Еще раз напоминаю, значит, наш канал посвящен воздушно-десантным войскам, вообще интересным людям, пацанам там всем и вообще настоящим мужикам. Еще раз, значит, напомню, что актеры кино это не просто какие-то баловни там, это люди, которые постоянно занимаются саморазвитием. Ну что, друзья, Роман приехал, потихонечку сейчас начинаем, пока камера стоп, начинаем через пару минут. До встречи, друзья! Роман, я здесь. Привет! Добрый день, Александр. Слушай, классно, что приехал. Ну как добрался до Дмитрова, нормально, да? Да все в порядке, и проблем, пробок нет. Друзья, друзья, на фоне речной глади, ну яхта тут такая проплывает, начинаем интервью с актером кино Романом Ленчуком. Роман, вот я вам знаешь, что скажу, Рома состоявшийся актер, ну давайте он вас поприветствует и буквально расскажет о себе немножечко, а потом мы уже вопросы классно зададим парню. Роман, давай. Всем привет, меня зовут Роман Ленчук, мне 34 года, я профессиональный актер, также являюсь мастером спорта России по боксу. Сейчас мы немножко расскажем о себе. Сегодня 24 сентября, правильно, 24 сентября 2020 Рома приехал, чтобы дать интервью нашей кинокомпании Гранат Веденорог и Елизары Фильм. Итак, наш сразу традиционный вопрос к Роману. Роман, как ты относишься к прыжкам с парашютом? Вот пацанов интересует. Александр, я отлично отношусь к прыжкам с парашюта, я сам один раз в своей жизни прыгал с парашюта. Наш человек. Да. Правда, это был купол, не крыло, ну, тысяча метров с вертолета. Мне очень понравилось, очень интересно и захватывающая история. В Норильске, да, ты прыгал? это было в Норильске, мы прыгали зимой. Зимой, в Норильске минус сколько было градусов-то? Я не помню точно, но где-то минус 25, наверное. Не, вообще, что происходит-то, пацаны? В Норильске минус 25, это как бы, это нормально, в Норильске погода до минус 55, поэтому 25, это, в принципе, нормальная погода, мы прыгали в нормальную погоду. Но ветра-то не было, да? Ветра не было. Так, и приземлялись вы? Приземлялись мы на реку. Замерзшая река, Норилка, да, мы приземлялись на реку. Так, и обувь какая у вас была специальная для... Обувь? Валенки, наверное? Нет, не валенки были. Как бы дэвой валенки выдают на синие буржки, пацаны. Нет, были не валенки, у нас было, типа берцев таких. Ну, то есть специальные прыжковые все-таки дались с хорошей подушкой. Так, 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 и вот смотри, во время отделения от вертолета все-таки немножко екнуло, да, чуть-чуть-чуть-то было, да, немножко? Ну, конечно, да, три секунды у нас было свободного падения, после трех секунд мы дергали кольцо. А, сами дергали. Сами дергали, но нет, стоял прибор, и если ты не успеваешь там выдернуть кольцо, я выдернул, я выдернул, но если ты не успеваешь выдернуть кольцо, не дай бог там потерял сознание, то стоит прибор, и парашют автоматически сам открывается. И вот само парение, то есть вот понравилось, да, тебе само, когда приземлился, сам процесс приземления, все прошло штатно, да, абсолютно? Да, все здорово, у меня был запасной парашют, запасной парашют был у меня впереди, основной сзади, и то есть, если основной не открывается, то нужно было успеть выгнуться, и выдернуть кольцо, чтобы запасной парашют, оттолкнуть его. Надо было обязательно выгнуться, чтобы он не отрезал тебе нос, грубо говоря, открывался он отсюда. Может так? Поэтому у некоторых генералов ВДВ, вот такой шнобель, я уже понял, там у пацанов по 500, по 1000 прыжков, у мужиков. С моим носом надо было выгибаться еще больше. Смотрите, ребят, ну то есть вот, Ромка мечтал ВДВ, ну, так получилось, но в армии не пришлось послужить, потому что Роман очень мощно занимался спортом, и сейчас он чуть-чуть немножко расскажет, каким спортом занимался Роман. Давай. Занимался я боксом, я являюсь мастером спорта, победителем России по боксу, у меня около 150 боев, где-то 25 я проиграл. А выигрывал обычно нокаутом, бывало, да, тоже бывало? Разное было. В основном я в небольшом весе боксировал, я последний мой вес, который мне боксировал, 64, а начинал с 48, даже с 40, с 40 еще по юношам в 40 килограмм боксировал, поэтому нокаутов у меня немного, так как я боксировал, да, с маленьких лет и в маленьком весе, но под конец своей карьеры, да, были и нокауты, и нокдауны, и всякое было. Ну, а у тебя удостоверение, да, про себе мастера спорта, да, по боксу, да? Есть, да, там он лежит, да. Мы в процессе интервью, пацаны, вам покажем, это будет очень интересно, не все сразу, ребят. То есть, смотрите, Роман достиг уровня мастера спорта по боксу, но смотри, то есть в 10 лет ты пришел в бокс, да, как бы там, в Норильске, то есть сам пошел, до этого боксеров не было в семье? Да нет, я, нет, боксер, у меня отец боксер. А, отец боксер. Да, КМС по боксу, он какое-то время работал тренером, и я, как все, наверное, молодые парни, насмотрелся фильмов про Ван Дамма и так далее, хотел пойти на карате, но отец мне сразу сказал, что нет, не получится. Мне кажется, он был прав. Либо бокс, либо борьба. То есть, ну, я выбрал бокс. Он меня отвез на бокс, но инициатива отца, конечно. Я выбирал только между боксом и борьбой, у меня больше вариантов не было. Ну, и все, и вот 10 лет он меня привел в зал, и мы начали интенсивно тренироваться. Через год я уже начал выступать. Классно, классно. Ну, вот, пацаны, я всегда, в принципе, завидовал боксером, потому что, еще раз напомню, мой кумир Жан-Поль Бельмондо, ну, так получилось, что мой батька был художником, философом и одновременно хоккейным тренером. То есть, мой отец был завязан просто на хоккей с шайбой. Это просто немыслимо. Поэтому у меня альтернативы не было, пацаны. Только хоккей с шайбой. Но бокс, вот этот классический, английский бокс, да, это же искусство интеллигентных людей. Классика, классика. Да, это же... И вот, изучая вот эти все вещи, все-таки это основа. И хороший боксер, мне все-таки, кажется, устоит против каратиста. Потому что карате, это все-таки, вот это... Философии надо обучаться 15-20 лет, чтобы понять, да, смысл. А бокс, это все-таки наша. Английская, европейская, славянская. Мне кажется, что можно хорошо освоить классику, да. 2-3 года, да, и уже можно, да, то есть, как бы в этом плане. Ну, смотря на какой уровень выходить. И для начального уровня 2-3 года хватит. Но если ты хочешь профессионально заниматься, то надо немножко побольше, наверное. Да, да. Так, да, ну, азы поймешь 2-3 года, безусловно. На улице точно за себя сможешь постоять. Да, отлично, отлично. В процессе интервью, Роман обязательно нам кое-что покажет. Ребят, мне все сразу. Так, о десантуре поговорили, значит. Конечно, конечно. То есть, в принципе, в принципе, все получилось у тебя правильно, то, что основные силы, основную энергию ты отдал спорту. Потому что, вот по моему мнению, конечно же, служба в армии, она где-то надламливает людей. Или ты хочешь добиться все-таки спортивных успехов, или тебя берут в армию. Вот недавно прочитал, воспоминание своего любимого Бельмондо, тоже человек, был чемпионом Парижа по боксу и все. И, представляешь, два раза его застали пойти в армейку. Первый раз парень, значит, получил травму, просто ему расквасили нос там, вышибли у него, за то, что он уснул на посту, молодой пацан, вышибли у него этот приклад, этого карабина, командирзвода. И парень с инвалидностью комиссовался. Но, обучаясь уже в академии театра, представляешь, в театральной академии, уже будучи почти что профессиональным актером, я вчера читаю эту следующую главу про Жан-Поле Бельмондо, и я в шоке. Началась война в Алжире, и парня призывают снова в армию. В Алжир уже на этот раз. Человек, который, в принципе, бежал от армии, он понял, что армия-то, он представлял по-другому, он сказал, это в тысячу раз страшнее, чем если мог представить. Вроде бы, не это, не это, не пугливый парень. Ну, если ты, извините, если ты профессионально занимаешься, то ты выпадаешь на эти два года. То есть ты через два года возвращаешься, и ты уже, то есть отстал от тех, кто был с тобой на том уровне, на котором, когда ты уходил в армию. Поэтому, если ты хочешь профессионально заниматься спортом, надо идти либо в спортроту, либо, ну, как-то заниматься спортом, поступать в физкультурный институт и боксировать, потому что, ну, институт дает тебе отсрочку от армии. Я вот закончил физкультурный институт. Да, сейчас расскажу. В Алжире, сейчас еще, да, за Бельмондо закончим. В Алжире, значит, молодого Жан-Поль Бельмондо ранение получает в ногу. Парень молодой, тоже срочной службы, их просто призывали, их заставляли воевать. И четыре месяца он лежит в госпитале, видит, как солдаты французские, молодые мальчики умирают от ранений в Алжире. Ну, это вот, пацаны, это практически почти зеркалка нашего Афгана. Видя все это, наши сделали те же самые ошибки. Но после ранения его снова не комиссуют. И он вынужден применить свои актерские данные, валяя дурака, строит из себя полного идиота, его комиссуют. И ему начальник медицинской комиссии говорит, молодой человек, или вы полный идиот, или вы просто не хотите служить в армии. Он говорит, вы нам не нужны. В общем, Бельмондо добивает свои цели, возвращается в Академию театра, продолжает обучение. Ну, вот такие вот дела, ребят, понимаете. Вообще, актеру, трудотворческим человеку война чужда. А сейчас, значит, смотрите, Акаса у Романа спортивное образование, профессиональное. Это где, в каком городе ты учился? Ну, я родился в городе Норильске, это крайний север. И там у нас Красноярский педагогический университет, КГПУ, Красноярский филиал. И вот я учился там на отделении физвоза. Закончил физкультурный институт. А, физическое воспитание. То есть, ты, в принципе, как тренер по боксу, да? Тренер по боксу, учитель физкультуры, я могу быть. Пять лет учился, да? Пять лет учился, да. Пять лет учился. Так, и вот здесь, вот заканчиваешь институт, и во сколько? Сколько тебе было лет? Во сколько? 23, получается. А сейчас тебе 34. 34, 20, 10 лет прошло. И вот смотри, пять лет учился. Успел поработать учителем физкультуры в школе или тренер? Ну, к сожалению, не успел. Ну, ладно. Ладно. И смотрите, вот здесь произошел какой-то вот вторгается кино. Ребят, в жизнь романа где-то вот здесь. Вот во сколько? Когда вторглось в кино в твой рассудок? В мозг? Если честно, в мой мозг в кино вошло еще в 6 лет, когда я посмотрел фильм Рокки. Я понял, что однозначно я буду боксером и актером. Сильвестром Сталлоне Сильвестром Сталлоне Великий фильм пацанам нравился. У нас в Норильске, к сожалению, не было театральных вузов, не было никаких студий. Город-завод, ребят, трубы дымят. Сейчас вообще там катастрофа была экологическая. Да, мечта это была у меня с детства и я держал это в себе и знал, что если я уеду из Норильска, то обязательно пойду по этому направлению. До 25 лет я был в Норильске, занимался спортом и в 25 лет я переехал в Москву и сразу же через полгода я пошел учиться. Потому что я когда переезжал в Москву, я уже знал, что я пойду в это направление. Потому что это мечта детства и мне нужно было свою энергию куда-то девать, выплескивать и так далее. Так как я уже не боксировал профессионально, я не выступал. Тренироваться я... Да сколько можно? Это же... Там же идут, если ты начинаешь пропускать удары, там же идут сотрясения мозга, контузии. Ну просто дураком можно к 40 лет ставить. Ну контузии вряд ли, но сотрясения точно. Сотрясения, да. Сотрясения точно. Вот смотри, то есть ты, в принципе, смотри, шел правильно все. Вот это спортивное образование, это же только для актера необходимая подготовка. У многих ее нет. Приходят такие мальчики тоненькие в театралку. Блин, от спорта провисает, прогибает. А тут есть. Помогает это в ролях бокса и спорта? Да, конечно, безусловно. Ты же еще чем-то занимаешься, кроме бокса, да, немножко поддерживаешься? Ну я так сейчас и подкачиваюсь, и бегаю, и плаваю, все понемножку, уже физкультура. Я профессионально уже не выступаю с соревнованиями, перестал выступать в 23 года. Вот переехал в Москву, я уже, то есть не выступаю. Так, подкачиваюсь, бегаю. Ну, конечно, помогает. Это сценбой, это физическая подготовка, не все же роли там, только словесные, словесные, и поэтому, то есть, безусловно, помогает, сто процентов. Очень благодарен. Значит, что судьбе, что был спорт в моей жизни. Да, да, да. Значит, ты переезжаешь в Москву, и куда ты поступаешь по актерству? Сначала, я где только не учился, сначала я пошел в Митро, в 2012 году я поступил в Митро Останкино, там была высшая школа телевидения и актерская школа. Поступаю я туда. В 2012 году учились мы два года, и потом полгода мы ставили спектакль. Спектакль у меня была. И ты участвовал в этих спектаклях? Да. А как назывался спектакль? Несколько слов буквально о своей роли. Спектакль? Мне досталось, это была комедийная постановка, «Марш в постель» называлась. У меня была роль декоратора. Главная роль декоратора это такой забавный парень, он немножко такой, с ориентацией у него все в порядке, но он такой немножко весь гламурный и такой... Автор пьесы кто? Автор пьесы. Какой-то французский, возможно. Французский, да. Я, если честно, сейчас не помню. Да. Ну, и вот выступали мы с этим спектаклем. Диплом на спектакль, да? Диплом на спектакль, да. Ну как, ты хорошо себя проявил, как понравился, на сцене кайф поймал. Ну, конечно, конечно. Сначала было непросто, но мы работали 4 месяца, даже 5, то есть над этим, над этой постановкой. Ну, вот 2 часа. То есть у тебя немножко такой комедийный, да, персонаж там? Ну, не немножко, а комедийный. С полностью комедийный, да. Ребят, очень много схожести в жизни романа с молодым Бельмондо. Я вот сейчас читаю, изучаю биографию любимого актера. Очень много схожести. Ну, вот действительно, вот какие-то параллельные немножко миры и похожие люди, похожие личности, они появляются. Ну, Бельмондо, он комедийник, в общем, он все на ха-ха переводил. Драму любую, там серьезную драму. Люди ходят, чопорно выскакивает на сцену, все ломает. Зал аплодирует, жюри, жюри вот этих, этих старцев. Оно в гневе просто. Мы, говорит, вас выгоним из этого, из академии театральной. А зал ликует. Говорит, мы лучшего актера не видели. Давайте немножко дойдем, а то оператор упадет в воду сейчас. Это очень серьезно. У меня один оператор, и у второго оператора у меня нет. Класс, класс. Значит, вот смотри, но вот все равно, в любом случае, поменяем экспозицию, чтобы было интереснее зрителям. А в любом случае, ребят, каждый актер все-таки, несмотря на то, что ты уже ушел в кино, это мы поговорим об этом. Вот тайное желание, это, наверное, сохраняется где-то в театре, да, еще при этом. Может быть, даже вот после этого интервью ты сейчас займешься театром. Театром, ребят, театры. Бельмондо в любом случае, да. Жан-Поль Бельмондо, Жан Морей, и другие вот эти столпы европейского искусства, они все-таки считают, что театр это, это вот самое-самое, это вот необходимое. Вот есть тайное желание вернуться в театр, можно в какой-то постановке в Москве там собирать какой-то? Ну, почему нет? В принципе, да. Ну, это нужно с утра до вечера этому отдавать, то есть у меня просто еще есть другие дела, поэтому... Но втайне где-то вот... Конечно. Планируют, планируют. Потому что начинается только жизнь-то актерская, 34 года. Это еще... Только-только начало, я даже не осознаю. Да, начало будет, ребятки, в 45 лет. Так как мы начали в 25, поэтому... Да. Луи Дефенес начал роли получать, парни, только после 45 лет. А Жан-Поль Бельмондо, Линделон уже чувствует свою невостребованность после 40. Открыли свои собственные кинокомпании, начали себя снимать в главных ролях. Поэтому, ребят, все только начинается. И вот здесь, конечно, сейчас я спрошу у Романа, очень интересная идея такая. Вот, снились ли тебе какие-то страшные сны, связанные со съемками в кино, про театр, что такое? Ну-ка, вот что такое. Или подумай, или я сейчас начну рассказывать сам, потом ты вспомнишь. Да нет, помню, помню, какие-то твои переживания, что у тебя что-то не получится, что ты где-то что-то там забудешь, или кого-то подведешь. То есть, это на подсознательном уровне, конечно, эти, как сказать, такие кошмарики, кошмарики, что у тебя что-то не получится, что ты кого-то можешь подвести, и так далее. То есть где-то что-то кого-то подвел Я уже точно не помню свой сон Но смысл такого плана Ребята, актеры в страхе живут Вот то же самое, когда перед первым прыжком в ВДВ Завтра все уже намечен прыжок с парашютом Зима, холодно, там ветер непонятно какой Два раза уже отменяли прыжки, потому что сильный ветер в Литве И вот ты всю ночь не спишь, и ты думаешь А я всегда прыгал за командиром взвода Ну, командир взвода, кстати, тоже невысокий был парень Я за ним вылетал И ты думаешь, неужели ты вот подлец сможешь где-то... Нет, вот не подвести Но здесь, ребята, еще посложнее Я признаюсь, я в театре никогда не работал Но мне несколько раз снился сон, что меня вызывает на какую-то премьеру Полный зал, я выхожу в гриме, все прекрасно И я выхожу на сцену И я понимаю, что я даже не читал роль Я что, не понимаю вообще Почему, где текст моей роли, я ничего не знаю И на меня смотрит зал, я... Но я роль-то эту не читал, друзья, и что делать, я не знаю И вот вчера буквально Я прочитал, что Жан-Поль Бельмондон попал в точно такую же историю, но уже наяву Но я сейчас, друзья, быстро расскажу, потому что все очень интересно, надо это знать актерам, молодым всем Значит, когда он учился в академии, вот как Роман, да? И они ставили после первого или второго курса тоже такой дипломный спектакль И Жан-Поль Бельмондо на ура его отыграл, тоже какой-то комедийный у него роль была небольшая На ура! И вот его приглашают в другой театр, не связанный с обучением, уже в этой же пьесе сыграть эту же самую роль Жан-Поль Бельмондо обрадовался, выходит на сцену, представляете, отыграл два акта Прекрасно, ура, там, зал аплодирует, просто невозможно, там овации И такой, все, 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 ля-ля-ля И законит свою гримерку, и там он все описывает, свои книги Друзья, секунду, внимание на Романа, сейчас я книгу принесу Ждем книгу Книга уже идет Вот эта вся книга, понимаете, вот эта книга, Жан-Поль Бельмондо, да? Старший сын мне прислал, я сейчас ее изучаю Интереснейшая вещь, пацаны, да, Рома, пока держи, ага, я буду рассказывать И вот, и значит, представляете, и Жан-Поль Бельмондо уже разгримировывается в своей гримировочке сам Чтобы не, это, думает, посмотрю еще окончание пьесы, вот так все снимает, себе грим, представляешь? Ну, счастливый актер, да К нему забегает его партнер по этой, по сцене, вот по этим актам Забегает, говорит, Жан-Поль, ты что делаешь? Как, ты не видишь, я разгримировался, счастлив Директор театра доволен, режиссер доволен Ты говорит, брат, ты не в себе, говорит, у тебя еще, у тебя еще три выхода, у нас три, три акта еще с тобой Говорит, какие три акта, подожди Я уже разгримировался Да, оказалось, что когда они эту пьесу ставили в академии, они ее ставили в укрощенном варианте А здесь три акта, и он ни понятия не имеет, что там говорить в этих три актах, знаешь? Он, конечно, загримируется, его выталкивают на сцену, он выходит, не знает, что говорить Импровизация Ну, крайне неприятно, если ему сейчас уже он старенький, он помнит до сих пор Поэтому, ребятки, учите роль Учите роль, пацаны, импровизация, это хорошо Но слова надо знать Представляете, вот эти страшные сны, они нас посещают от актеров, да Что ты не выучишь слова Я вот когда снимался в Морозовой 2 в роли одного жулика У меня была большая роль на две страницы текста Мы вот учили текст вот здесь на берегу два месяца И я начал ущелкать шикарно Даже когда уже съемка пошла фильма Но при включенной камере уже все, съемка шла Но режиссер наш снимал с восьми ракурсов И на седьмом уже дубли, когда уже, в общем-то, все снято С разных сторон, то же самое надо было говорить Я поплыл Он говорит, Саш, ну ничего, ничего, ты уже, ну, перегорел уже Отдал, да Да, и я начал забывать текст Ну, в общем, договорил, там чуть-чуть экспромт Он говорит, в принципе, Александр, все нормально За час мы сняли, фу Но вот тоже, когда очень в кино очень много дублей начинаешь плыть Потому что, ну, уважаемые режиссеры Ну, пять-шесть дублей, ребят, не надо дальше терзать Актеры, так тяжело Потому что самые лучшие дубли, это вот второй, третий, четвертый Все, там такая плевятина начинается потом Ребят, давайте теперь к Роману Значит, вот сейчас основной Основная твоя работа в кино С чем она связана? Ну, я снимаюсь большую часть в короткометражках Шел в полных метрах, в сериалах Роли пока небольшие, но снимаюсь часто То есть, появился у меня агент сейчас И, то есть, ну, есть работа То есть, просто роли у меня относительно небольшие пока А так снимаюсь, стараюсь сниматься везде Стараюсь не отказывать И снимаюсь и бесплатно, и платно, и по-всякому Разные роли В арсенале сколько уже, вот, примерно, персонажей? Тридцать, сорок, да? Ну, прибежать Тридцать, тридцать есть Тридцать точно есть, да И комедийный, и некомедийный Две роли самые интересные Ну-ка, давайте, ну-ка, две самые интересные роли А ну-ка, ну-ка, оператор, внимание, внимание Так, так, внимание Меняем дислокацию, пацаны, меняем Опа, вот здесь продолжаем, внимание Опс, супер Все, продолжаем Так, две самые интересные роли, Роман Роман, можешь-то присесть вот здесь Опс, ну-ка, давай Рассказывай нам два, две самых интересных роли Сейчас Ромка нам расскажет Две самые интересные Давай, да Которые запомнились От которых поймало актерское наслаждение Да Ну, у меня... Ну, три можно, три Ну, у меня роли, на самом деле, все разные И комедийные, и комедийные Ну, понравилось, роль снимался я Альфонс Альфонс, я был любовником одной девушки У нее был муж, работал в скорой помощи Ну, я приходил к ней на маникюр там Классы, классные Поджевал с ней И в определенный... И в определенный... Нет, это сериал И в определенный... В определенный момент Меня накормили там наркотиками Случайно А, случайно, не подстава? Не я сам, не я сам, нет, подстава Приехал ее муж А она вызвала скорую Приехала скорая Они начали меня откачивать То есть муж Чисто случайно приехал муж По этому адресу Начали меня откачивать В чем дело? В общем, скинули меня с балкона Там такая история И пошла предыстория Как это все Как это все начиналось Да-да-да-да-да То есть много съемочных дней И там, видимо, сколько у меня в 6 съемочных дней У меня была главная роль серии Ну, то есть Чем больше у тебя, чем больше у тебя роль Тем она интереснее Чем больше у тебя съемочных дней Ты можешь раскрыть персонажа Это более интересно, чем просто эпизод Там, один-два дня Вот Так-так-так-так Тихо-тихо С балкона сбросили Нет, а что делают, а? Нет, что делают вообще с балкона Так, с какого этажа? Как это все? С двадцатого И как они это сняли все? Это было не опасно Нет, то есть снимали Снимали, как они меня донесли до балкона Перекинули То есть камера снимала по поиску Перекинули через балкон Потом Там люль какая-то, да? Нет, нет, нет Я повис прям То есть Вот так вот Прям на балконе То есть Снимали половину Сбросили меня половину Потом Снимали отдельно ноги Как будто бы они задрали ноги То есть я ноги просто поднял Ну, а потом снимали уже Как я Ну, на земле То есть там уже скоро И так далее Офигеть, офигеть С двадцатого этажа, ребятки Магия кино, пацаны Вы поняли, да? И без парашюта, да? Так, и вторая линия И еще какая-то Понравилась Понравились мне съемки В фильме Аванпост Я играл капитана Было у меня два или три съемочных дня Капитана корабля Нет, не капитана корабля А капитана группы То есть там была группа Война с инопланетянами То есть очень интересно Снималось в центре Москвы Класс То есть огромный салон БМВ Весь стеклянный Заезжали туда БТР И прям выбивали эти сёкла Взрывы, огонь, кровь То есть даже не спецэффекты Все это было без пиротехники Здорово А Аванпост сейчас знакомый, да? А Аванпост, это полный метр, да Для кимчатер У меня там роль небольшая Но тем не менее съемки мне очень понравились Пару съемочных дней Да, было очень так Интересно Классно Бандита играл Лихие девяностые Снимался тоже интересно Потому что перепутали детей И мы там С моим конкурентом Детей Пытались вернуть То есть друг у друга Ну там тоже такая длинная история Там у меня главная роль То есть Кометражка должна пойти по фестивалю И вот буквально недавно Снимали мы как Кометражку Коммерс назывался Я был там Зам директора Такой тоже Юмористический персонаж Он постоянно такой У меня Босс был такой весь серьезный А я там Постоянно что-то там Пошли сюда на север Пошли сюда на юг И то есть такое Там все там Вот он Какие-то постоянно В какие-то передряги втягивал Идийные актеры снимались Такие интересные съемки Тоже Это короткометражка Должна пройти Сейчас по фестивалю Вот ждем Еще пока не вышло Из этого скилла Снова Снова ребятки Меняем дислокацию Потому что Сзади нас Кто-то пилит Что-то воду пилит Там Все делают И Если мы встанем туда Конечно уже Звук будет лучше Пойдемте Опс Так ребят Ну смотрите Так Что же там интересно Деревья пилят Деревья Давайте Друзья Не будем сильно Отвлекаться Ну что ребят Значит Здесь я приготовил Несколько таких Маленьких ловушек Актерских Нашему другу Нашему гостю И Надеюсь Что он не откажется К сожалению Сейчас На набережной Слушайте Как ветром Всех Сдуло Обычно Так ходят Тут гуляют Люди С собаками Ходят Никого нету Ну Плевать Может быть и лучше Тогда Нам проще Хотя В этой Мизансцене Которую я задумал Тут Немножко Тут надо бы Немножко Чтоб людишки были Чтобы были зрители Людишки Это Что-то Как-то так Это Сказал Так Грубенько Да Я же Такой Неусидчивый Режиссер Придумает Что-то Сейчас Небольшой Экспромт Но для Начала Нужно Нам позвонить В Париж Жан-Поль Бельмондо Сейчас Секунд Сейчас Все Увидите Пацаны Все Так Алло Алло Девушка Да Мадемуазель Жан-Поль Бельмондо Дайте Пожалуйста Да Жан-Поля Бельмондо Бельмондо Да Актера Секундочку Сказали Жан-Поль Жан-Поль Да Говорит По-французски А вот Снимаем Ролик Мы актеры Кино Жан-Поль Ты меня Понимаешь Да Александр Элизаре Да И хотим В твою честь Дорогой Жан-Поль Снять небольшую Сценку С любимым Твоим персонажем Ну ты понял Да Сейчас все увидишь Сам Давай Можно Да Будет нам снять То есть Все Это В честь кино Авторского Свободного Да С одним С одним Братаном Да Таким Лохматым Черным Таким С бананами Ха-ха Я понял Диайбон Ты догадался Все Спасибо Я тебя целую Обнимаем тебя Давай Пока Целую Все Жан-Поль дал добро Ребят Сейчас начинаем Смотри Фу Ребят Ну это вообще Очень жарко Долой Все это Долой Пацаны Так Значит Сейчас Сейчас Ого Черная горилла Ребятки Черная горилла Молния Заела Пацаны Так Смотрите Вот такая Сцена Роман Раздевайся Лишнее Убирай Будет Будет Очень жарко Сейчас Все Увидите Ребят Без Звука Сейчас Музыку Наложим Потом Так Классный костюм Кстати Да Снимай Брюки Снимай Друзья Настоящий Актер кино И театра Он всегда готов К экспромту То есть Это небольшая Такая тревога С заданием режиссера Да и Это вообще Расслаблен Классно Посмотри Все Роман Превращается По замыслу Режиссера В оригинального Жителя Джунглей Это ребята Да Это кайф Кайф кино Ребят Это все Все очень серьезно Чем мы занимаемся Горилла Я еще не был Хватит уже нам Да О всяких там Проблемах Блин Задание актера Доставлять Людям Зрителям Радость Так 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 Здесь я сейчас Подтяну А на лице У тебя удобно Он сидит Да Чтобы челюсть Да была здесь Сейчас Главное Чтобы подтянуть Иначе она не будет работать Так Нормально Не очень Не очень Туго Все Так 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 Ага Руки 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 Так Ага Значит Горилла Горилла Живет В джунглях Колумбии Ребята Где много Диких обезьян Кстати Горилла А знаете Что такое Горилла Вообще Это символ Свободы И демократии В любом Обществе Горилла Поэтому Французы Очень любят Этот персонаж Это горилла Которая не подчиняется Ничему Никим там Не занимается политик Это свободный Житель джунглей Смотрите Там пацаны Значит Смысл какой у нас Сейчас мы идем Я значит Гориллу привез Из Колумбии Поняли да Горилла Парашютист Значит И нам необходимо Собрать деньги На питание Гориллы Вы что думаете Она много ест Да Он травоядный Он мясо не ест Он благородный Житель Но нам надо Собрать джунглей Деньги Пойдемте Пока Зреете Пока нет Никого Убежали Все Убежали А сейчас Моя дрессированная Горилла Друзья Покажет вам Небольшие Акробатические номера Все для зрителей Нашего канала Давай Ёлки Браво 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 Месье Отлично Отлично Не перетрудись А то снимаешь Квост Маленький Друзья Сейчас Попроси денег Для Гориллы На банан А буквально Небольшая просьба Это Значит Гориллу Я привез Моя Заметая Я думаю Что вас Монет Международный Студент Просто покормите Вот этими бананами Гориллу А просто Угостите Ее Вас как зовут Егор Егор Сейчас нас Покормят Гориллу Бананом Все друзья Состоялось Ничего страшного Ничего страшного Нормально Егор Ну Огромное спасибо Значит Горилла Это посвящено Жан-Поле Бельмондова Это актер Наш актер Известный Он снимает Небольшой такой Ремикс И вы увидите Себе Нашей кинкомпанией Елизары Фильм Хорошо Смотрите Давайте Спасибо Все Пойдемте На набережную Все 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 Копернатор Все Никого нет Никого только Банан Так Где Где Зрители Отлично Так 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 Мы провели Шикарную Съемку Но Здесь Людей нету Пацаны Людей Это не Париж Это Подмосковье Блин Да Никого не найти Все Поэтому мы возвращаемся В Париж Все Ребят Итак А теперь Самое интересное Для любителей Бокса Спорта Не будем забывать Что Каждый Наш Гость Это Прежде всего Интересный человек И спортсмен Сейчас Мы С Романом Попробуем Что-то Показать В паре Но В основном Он будет Показывать Сам Итак Мастер Спорта России По Классическому Боксу Давай Роман Давай Как ты считаешь Что будет Интересно Что-то Для зрителей Можно использовать На улице Что пригодится Самооборон Ребят Самооборон Можно сказать Так Если соперник Как это бывает На улице Какой-то Злодей На вас Нападает Он Бьет первым Потому что Нормальный Мужчина Кому Первым Бить не будет Абсолютно Наверное На вас Нападает Человек Готовый Да Он Бьете Вот этой Рукою На меня Идет Уже Есть такое Упражнение Да Оно называется Циркуль Я покажу Вот То есть Вес На переднюю ногу И заднюю ногу Мы подкручиваем То есть В сторону Вот оно Движение Отлично И выставляем В этот момент Руку То есть Проваливаем Соперника Вперед На себя То есть Закручиваем Его И В этот момент Бьем Ну ты че Опа Все Я его здесь Провалил А здесь Я уже могу Все что угодно Нормально Да А здесь Я уже могу Пробивать Добивать Он уже спиной Ко мне Грубо говоря Он провалился Еще раз Еще раз А с другой урока Отлично Ну ты че Пацан Все И здесь Я уже могу Дорабатывать Он уже Меня не видит Он провалился То есть Вот это движение Оно То есть Работает Ты вообще любишь Работать на длинных Дистанциях Или Я работаю Вблизи Потому что Я маленького Роста Так как У меня вес Но относительно Не маленький При моем росте У меня соперник Всегда выше Поэтому На это вообще Обращать внимание Не надо Абсолютно Это никакой разницы Просто Если соперник Он че не умеет Если соперник выше У него длиннее руки Если у него длиннее руки Значит он с тобой Будет стараться Работать на дистанции И тебя не подпускать Так как ты Получается от удара Он начинает реагировать Удара нет Он начинает на вас Потом Идти вперед Дернул И я здесь встречаю Встречаю То есть Самый сильный удар В боксе Это встречный То есть Это как Две машины Сталкивается Лоб в лоб Соответственно Да Это его Это твоя сила удара И его сила Которая идет Навстречу То есть Соответственно Вот он Встречный удар То есть Вы на меня Аккуратно Оп Я его встречаю Только подбородок Вот он движение Попробуй Оп Давай Ага Не Бои попасть Аккуратно Так Еще раз Оба Вот оно Отсюда уже можно И по печени И по голове Как угодно Связочка Вот что Интересует Связочку Сейчас нужно Нам еще будет Посмотреть Связочку Я думаю Что после встречного удара Если вы четко попадете В бороду Там уже связочка Не понадобится Скорее всего Потому что Встречный удар Это очень Такой эффективный Главное точно Попадать не в нос А именно в подбородок От подбородка У человека Да Ну здесь Мы можем любую связку Сделать Мы можем сейчас Соединить Можем соединить То что мы делали Сейчас встречный удар И уйти в сторону Допустим Начина Бам Я встретил И здесь опять скрутил И здесь уже пошел Все что угодно Любые Можешь его добивать Там В открытые точки То есть Если ты видишь Так же можно А вот здесь Хорошо ты сделал Закрыл Закрыл глаза Противник Ребята Новые Пацаны Не Ну там Или там Ну не в глаза Нет Ты просто показал в голову А пробил А пробил в корпус Или наоборот Показал в корпус А пробил в голову То есть Скорость увеличивается Когда ты показываешь Корпус Он Все внимание То есть Руки Он может опустить То есть Показал Даже не обязательно бить Можно просто показать То есть Он стоит в стойке Он сразу руки опустит Потому что Ты показываешь корпус А да 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 Ты показал Но ты не ударил И тут отсюда Пошел удар Давай вот это сейчас покажем Да То есть Ты мне показываешь Я показываю Да Вот мы стоим Стойки Все у нас идет Все Я показываю Я показываю Я показываю Корпус Да Вы руки И в этот момент Я пробиваю сбоку Да То есть Бам Бам Самый невидимый Осторож Самый невидимый Самый невидимый Эффективный удар Это сбоку Потому что его не видно Прямой удар Человек видит Да Удар сбоку Человек не видит Это как называется Крюки Да Вот это называют Крюк Да Хук То есть Короткий хук Да И еще Ну есть кросс Длинный Да Можно То есть сбоку Но это самый невидимый удар Ты его не ожидаешь И не видишь Он прилетает Его не видно То ли вроде бы он смотрит на тебя А вообще Прямой Прямой заряжаешь Ты его видишь А сбоку практически не видно Поняли Блоки Ребята Не забываем ставить Не забываем ставить Парни Блоки Спасибо Так И еще все таки И еще все таки Теперь Один Вот бой с тенью Как бы раз представил И что-то вот нам Чуть-чуть Давай Давай Ну это упражнение называется Пой с тенью Ты работаешь Просто Разные удары Комбинации С тенью Со своей Ну это не называется С тенью На самом деле На тень ты не обращаешь внимания Может вообще не быть Либо возле зеркала Координации как-то Либо возле зеркала Либо Назад можно отработать Ого Назад Интересно Назад Вперед Здесь печень Также можно сдвоенно работать Одной рукой Показал Много разных комбинаций Которых можно использовать То есть Не дергать Не обманывать Бокса до шахмата Кто-кого переиграет Кто-кого Обманет Очень похоже на На фехтование То есть Вот она Дергают 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 И работают Вызывают Вызывают На себя Вызывают Да Встречают То есть Роман Ну вот как бы Иногда-то Утречком Продолжаешь Продолжаешь Заниматься Поддерживать Не выступаю Но конечно Занимаюсь Регулярно Ну вот смотри Там вот Среди актеров Есть какая-то Любитель Они создавали Хоккейную Лигу Может у них Какой-то А смотри Того Это может быть И с боксером С боксом Связано А вот еще Сейчас много Шоу Каких-то Телевизион Где актеры Начинают Типа Бой на ринге Участвуй Ты понял Среди актеров Первый канал Начинают Какие-то Соревнования Я думаю Там нет Профессионалов Наверное Они как-то Не совсем Честно Одна секунда И все Классно Парни Ну что Благодарность Потому что Ну шикарно Шикарно Постараемся Вам где-то В замедленном Показ Мне очень понравилось Да Будут вопросы Пишите Задавайте Подскажем Научим Расскажем Поделимся Опытом А теперь Традиционная Фотография Чтобы Нам было видно Эти пацанам Как фотаются Все боксеры Шутка Шутка Выстраиваются Компании Компании Просто Есть такая Мулька Ну да Просто Боксерская фишка Такая Боксеры поймут Спасибо Спасибо Ребята Спасибо Так Ну что Ребят В принципе Роман Рассказал Очень много Сейчас еще У нас будет Время Небольшой перерыв Он может вспомнить Что-то А потом В конце Будет что-то Такое Ооо Ребят Ждите Импровизация Да Через минуточку Ребят Вот сейчас Боксер занимается Тренируется И традиционно Вот у нас Маленькая кувалда Ну она Герой Наших Многих роликов Давайте спросим У Романа Какие он делает Упражнения Вот с такой Небольшим смолотом С кувалдой Это упражнение Для боксера Пацаны Кувалда Да Это традиционное Боксерское упражнение Это боксерский снаряд Боксеры работают С кувалдой Таким образом Ну ручка должна быть Немножко длиннее И кувалда Потяжелее Ну такой Ну что есть Если постараться Тоже можно Да То есть Ложится колесо Либо Белаза Либо от Камаза То есть большое колесо И Становишься Фронтально Возле колеса То есть Да Вот оно колесо По нему мы будем бить То есть понятно Да То есть вот оно колесо Соответственно Мы отводим Правую ногу Одновременно с кувалдой То есть Отводим Бьем И подставляем ногу То есть вот оно движение То есть и так С обоих рук Ну и поехали Только нам нужно бить Бить нужно сильно Жестко По колесу Вот оно движение Бам Потом с другой руки Бам Другой руки Бам Вот оно движение И так поработать Четыре по пять Ну или четыре по три Хотя бы Раунда Отлично А Четыре по три раунда То есть один раунд Сколько? Три минуты Один раунд Четыре раунда Да По три минуты Ничего себе Серьезно То есть не ребят Не вот так вот По три минуты На выносить Если тяжелая кувалда Хорошая То отличная нагрузка Работайте Друзья Классно Ребят Отлично Ну все Сейчас Еще не все Все не все Пацаны Все Ты бьешь уже вес Почему взвешивание проходит Потому что одно дело На улице просто рука не махать А другое дело Когда ты ногу подставляешь Это уже масса Это совсем другая уже история То же самое подшагиваешь С кувалдой То есть под удар Все Все Вот Если назад Правая рука Правая нога То вперед наоборот Под разноименные ноги Под разноименные ноги Вперед Правая рука Левая нога То же самое с кувалдой С кувалдой Ты как будто назад бьёшь. Назад, правая рука, правая нога. Держи. Правильно. Ребят, и напоследок интервью. Подарок для нашего героя. Ой, пацаны, ну я перепутал. Ребят, маленький подарок, презент нашему герою фильма. Роману от меня. Мои картины, мои открытки. Роман, ну это искусство, искусство. Я же художник ещё искусство. Это дарю. Сейчас мы с ним съедим банан. Посмотрим на баржу. Ну, ну и чё мы, наверное, это будем заканчивать. Оп, оп, вот это держи. По бананчику сейчас долбанём. Ммм, погода классная, ём, чё ты делаешь? Ага, банан тоже. Ну ладно, пойду я занырну, Александр. Занырнёшь? Чё? Чё делать, пацаны-то, а? Чё тут происходит такое? Ё-ка, пацаны, ладно. Ё-ка, чё, да-да! Пацаны, чё делаешь-то? Пацаны, чё делаешь-то? Чё делаешь-то, пацаны, а? Да-да! Ё-ка, чё делаешь-то, а? Обратно-обратно! Обратно! Вода холодная, пацаны! Очень холодно! Ты как? Нормально? Огонь! Блин! Вон там, по лестнице поднимайся! Роман! Давай, Ромка, удачи тебе! Ну чё, пацаны, классный парень, убежал. Мы сняли первый, первый фильм с посохом судьбы и мудрости. Значит, ребят, вот такие актёры, вот такой великолепный, лёгкий, лёгкий человек, абсолютно работать с актёром легко на площадке, буквально понимая, это все мои ходы режиссёрские. Ну, классный пацан! Пожелаем ему удачи, новых ролей в кино, отличной семьи, здоровья! Ну а с вами, пацаны, до новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!